Спасибо большое, что пришли в понедельник, который день тяжелый, у нас начинается неделя рабочая, но мы сейчас зададим правильное начало, радостное, улыбчивое. Давайте так, вы сначала задаете вопросы, да, и как только вопросы заканчиваются, мы подписываем книжки, чтобы не тратить лишнего времени на всякие другие ненужные нам разговоры, правильно? Давайте. Давайте. Я согласен, еще тем более сюрприз, после того, как закончится автограф-сессия, те, кто пожелает получить подарки за кулинарную эрудицию, останутся, и у нас есть для вас викторина. Смотрите, как приятно, а можно, я даже могу, у меня слышите микрофон? Как хорошо. Как приятно, когда есть такие красивые, умные мужчины, которые сюрприз обещают, просто одно удовольствие. Они не обещают, они ничего исполняют. А вот это мы посмотрим позже, пока мы не знаем, пока мы слышали только обещания. Хорошо, да, прежде чем мы перейдем к вашим вопросам, друзья, я призываю вас все-таки их активно задавать, потому что Юля очень занятой, нечастый и желанный гость. Нет, нет, я сейчас с вами, я ваша, вы задавайте, задавайте вопросы, я занятой в другое время, когда я не с вами, пока я занята вами, так что давайте. Да, тогда, может быть, несколько слов о тех книжках, которые мы сегодня представляем. Ну, собственно говоря... Буквально по пару слов. Я думаю, ну, вы знаете, о книжках говорить, мне кажется, книжки нужно взять в руку и посмотреть, потому что странно, как автору рассказывает про книжку. Любая книжка, которую человек делает, естественно, она ему дорогая, и она является частью жизни. И я человек, который очень люблю есть, и очень люблю готовить, а что вы смеетесь? А это от любви, знаете, от любви сохнет, когда страсть сильная. Вот, поэтому, собственно говоря, и книжки посвящены, естественно, и дедам. Мы с вами, я так думаю, что здесь нет людей равнодушных в виде, которые собрались, правильно? Нету, правильно. Так что мы все единомышленники в той иной степени. И книжка «Плюшки для ролика» — это идея такая была старая, и несмотря на все, что происходит, какие бы веяния не возникали в кулинарной моде, которая тоже существует, какие бы не происходили в моей жизни изменения, путешествия, чему бы я ни училась, ни приобретала, ни пробовала, все равно есть какой-то пласт, который заложен с детства. И я абсолютно убеждена, что практически не я одна, Фрейд тоже самое говорил, что практически все наши предпочтения, страхи, радости, несчастья и несчастья растут из детства. И это относится и ко вкусу тоже, и детство у меня затянулось, судя по тому, что книжка продолжается по последний период, ну, то есть как бы текущий, но мне кажется, нельзя было выпускать, и развитие какое-то. Ну, самые дорогие, наверное, для меня вот именно те рецепты, которые от бабушки остались, то, что мама готовит, и то, что удалось воссоздать из того, что я пробовала когда-то там где-то на хуторе на Дону, или когда мне было лет семь в Баку, в Тбилиси, в Геремане. То есть мне повезло, у меня такая географическая хорошая история, действительно, вот это. Я не знаю сейчас, к сожалению, как живут военные, так ли они путешествуют, но, наверное, так, потому что все другие государства, ну нет, ну а как, а что сейчас делать русскому офицеру в Гереване, нечего. А я пять лет жила, не в самом Гереване, а рядом с Эчмиадзином, Раратской Алина. Ну, то есть это, ну, все это книжки есть, поэтому я начинаю пересказывать содержание. Мне кажется, что это вот, я не очень люблю вообще слово ностальгия, и я думаю, что это чувство, оно мне не очень знакомо. Но вот слово ассоциация, которое я несу с собой всю жизнь, и я, вот, запахи, какая-то музыка и вкусы, мне кажется, это вещи, которые, вот, они нас не покидают никогда с самого детства. Вот я помню, как у бабули на полу пах чебрец, который стелили летом в какой-то праздник. Я, честно говоря, даже не помню, что это был за праздник, и вообще это каким-то язычеством попахивает. Это вряд ли, вот, на Троицу, ну, я не знаю, может быть, так и положено, но она это делала всю жизнь, несмотря на то, что она прошла войну, и, то есть она была ветеран, и была, по-моему, даже в партии, но чебрец стелила, и вот этот запах чебреца не забудет никогда. Ну, и точно так же вкусы в этой книжке, и, ну, мне это все очень дорого, и очень надеюсь, что что-то через страницы перелетит к вам тоже, и что-то, может быть, свое вспомнится и всколыхнется. Своебразное прочтение классики детства и юности-опрочистой. Ну, это уж совсем, ну, не надо. Кулинарное прочтение. Да, не надо. Боже, да, с яичницей, но напрямую, да, совершенно в прямом смысле. Но я думаю, что... И потом здесь нет, как вам сказать, здесь действительно, может быть, десятая часть, потому что, ну, невозможно все сразу вместить. И потом, как это ни странно, память, она такая хитрая штука, она выдает со временем что-то. Вот мы сегодня снимали передачи, и вдруг я вспомнила рецепт, который бабушка делала тампончиком. Мы просто его буквально, просто на глазах его повторили, ну, то есть себя на глазах у нас был запланирован совершенно другой десерт. И он действительно получился, как у бабушки. Поэтому это вот интересно, как все бывает, так что я думаю, продолжение, наверное, будет. Я надеюсь. Сборник рецептов 360. Что делать в високосный год? Одного декабря не хватает. Не запретать. Или разгрузочный. Ну зачем? Нет, разгрузочный, опять, знаете, это можно делать совершенно не обязательно, чтобы это был високосный год. Я думаю, разгрузочный мне не мешает никогда. Но, в принципе, я... Понимаете, чем больше готовишь, тем начинаешь к рецептам относиться проще. Это все равно только повод. Любой рецепт — это повод для того, чтобы сделать это вам вкусно, чтобы было. Чтобы это было вам доступно. Это чтобы было вам понятно по вкусу. И я уже даже перестаю вообще реагировать на то, что говорят, вот, в программе «Един дома» только дорогие ингредиенты. Вот, эти продукты не найдешь. Вот, кто знает, кто такой фенки или какой-то выглядит на вообще в лицо на него посмотреть, с чем его едят. Я хочу сказать, абсолютно самые тяжелые по началу 90-х годов, живя в общежитии в городе Минске, не заходя в продуктовый магазин, абсолютно серьезно, говорю, 3-4 месяца, потому что нам пробки не платили стипендии, и мы жили на подножном фарму, что кому кто-то из деревни передать, кому-то кусок сала, кому-то лука, кому-то еще что-то, кому-то мужики сходят, разгрузят капусту, принесут там два кочана в зарплату. Несмотря на это, мы все время готовили. Мы умудрялись, я умудрялась пирожки с капустой печь, вот как раз из тех, которые награды были даны. Поэтому я считаю, что нет, это оправдание либо лени, либо нежелания, либо, ну, какой-то там другой момент, чтобы выплеснуть свои другие негативные эмоции. Потому что если хочется готовить, то готовить можно 365 раз, из них можно сделать, умножить надо будет, 700 до, 730 и так далее. Так что абсолютно, и вообще бесконечно. Еще знаете, что я спрашиваю? Когда закончится рецепт? Сколько же в программе идем дома? В этом году 10 лет. Слушайте, еду вчера, читаю, поздно возвращаюсь после мастер-класса, и читаю, девочки переписываются в Инстаграме, это такая вот программка, да, которая с фотографиями, и одна пишет, я тоже люблю рецепты и программы Юлии Высоцкой, с детства смотрю, я вспомнил Сергея Владимировича Михалкова, который говорил, ненавижу старух, подходят ко мне и говорят, я выросла на ваших стихах. Вот, поэтому я, я, мы так смеялись в машине, что действительно, а потом подумали, реально ребенку могло быть там 13 лет, 14, а сейчас тоже молодая женщина, 23-24 года, 10 лет в программе Един Дом. Поэтому вопрос, ведь я уже, наверное, отвечаю, которые у вас могут возникнуть. Когда кончится рецепт? Никогда. Рецепты не могут кончиться, потому что, вы понимаете, как только попадаешь, вот я просто захожу, нам нужно было снять небольшую подводку, мы зашли там в магазин, я вижу, вот это я не пробовала, это я не пробовала, если соединить с этим, а это с этим, это постоянно возникает новая история, кроме того, что действительно, если сегодня есть возможность путешествовать, и что-то пробовать, какое-то для себя открывать, и соединять одну кухню с другой, и все время учиться, поэтому я думаю, пока не кончится желание есть у меня, рецепты не кончатся. А кто следит, чтобы не было повторов, и есть ли, повторяются ли блюда в новом каком-то исполнении, как-то усовершенствуются ли они? Нет, но если это новое исполнение, то уже другое блюдо, потому что, ну нет, нельзя, и, то есть, ну как бы, что значит повтор? Существует там классический рецепт майонеза, да, ну и майонез можно сделать, добавив горчицу, можно сделать с уксусом, можно сделать с лимонным соком, можно добавить чеснок, можно добавить тарфон. Я вам сейчас могу рассказать, там 15 вариантов, как можно сделать майонез. Ну в принципе, конечно, это количество, ну, мареную сгущенку в майонез добавлять не стоит, я думаю, да, и там, и стал с шоколадом я тоже мазать не буду, хотя говорят, в Украине это, даже очень пользуется успехом, есть рестораны, где это подают. То есть, безусловно, есть какое-то конечное, и что-то приходится взять, там, майонез, горчица, который делается, добавляется не в салат оливье, а заправляется им там, я не знаю, какой-то другой салат или какое-нибудь мясо, рыбу, что угодно. Но все равно в результате получается другое блюдо. То есть, это не повтор, это вариация на тему, я бы сказала. Это как главная героиня в девчатах. Картофель, но из него... Ну, картофель, это вообще картофель, мука, вообще фасоль, гречка. Это действительно, это такое поле для фантазии, абсолютно. Друзья, давайте все-таки к вашим вопросам, если на какие-то вы еще не ответили. Да, давайте. Да. Я буду в народ ходить, чтобы все слышали просто. Я хочу, чтобы 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 я хочу уточнить по поводу ваших кулинарных курсов, которые проводят в Италии. А будут ли какие-то другие вкусные, там, вкусная Толренция, вкусная Неаполь, или вы закончите уже на Тоскане? Нет, нет, нет. Спасибо большое за вопрос. Во-первых, с одной стороны, Тоскана абсолютно тоже бесконечно. В одной деревне можно найти пять поваров, которые у тебя, каждый из них откроет секрет. Именно в деревне. Я уже не говорю про большие города. Сейчас уже в нашей Тосканской программе есть один день, который мы проводим во Флоренции с очень интересными поварами, с походами на рынок, потом с настоящей культурной такой и у Фиции, картинную галерею посещаем и смотрим интересные места. И иногда находим в такие скрытые, где капеллу просто какую-нибудь посмотреть, где туристов вообще не бывает. То есть у нас уже есть Флоренция. Совсем на целую неделю погружаться в Флоренцию я пока не планирую, потому что, ну, уж очень много интересного вокруг, хочется объять необъятное, как бы не смеялся над этим Козьмопрутком. Сейчас у нас планируется в Неаполь, одна неделя в Неаполь, вот мы прям как в воду глядели, это в июне будет. Потом у нас планируется обязательно в октябре в Емонт, мы поедем в Турфеля, есть настоящие, потом у нас будет Прованс, Бордо, и вот Бордо, как раз мы едем сейчас на разведку и договариваться, там у нас уже есть такие повара, которые просто нас не дождутся, и скорее всего это тоже будет осенью. Так что Венеция, она была, и она еще раз будет в Агусте, у нас все время разная программа. Очень хочется, и в Испании, очень хочется, слушайте, в Ригу, в Риге, знаете, как вкусно? В Риге, в Риге кельку делают так, ну вот, когда там рассказывают про советские времена, не было так вкусно в советские времена, потому что сейчас действительно вот такой продукт, с которым делают минимальное количество манипуляций, это просто, ну, живой витамин Е, это, ну, гениально. Я была там 3 года назад в последний раз, и вот сейчас осенью, они прыжок сделали, ну, просто, не знаю, километр в кухне, что у них происходит. Вот это нам нужно, но им проще, у них страна маленькая, термиров много, море рядом, а у нас и нам, да. Трюфеля есть только или охота предполагают? Охота нет, по-настоящему. Зачем же в октябре? Есть там можно ехать любое время года, понимаете? И, например, черный трюфель тосканский или провансальский, он есть вообще, это такой довольно длинный период, но вот белый трюфель, собственно говоря, такой самый ценный, это со всеми, со всеми вытекающими, то есть по-настоящему, по-взрослому. С собачками, как положено. Со свиньей, к сожалению, в Италии нельзя, за причину. Во Франции можно, в Италии нет. Так, друзья, еще вопросы. Высшая школа киноучреждения не Останкина, а Оферу Оксану. Скажите, пожалуйста, должны ли существовать в семье кулинарные традиции, нужно ли их формировать и как это календировать? Оксана. Ну, мне кажется, вообще это, мне кажется, что традицию нельзя сформировать, потому что мы так решили. Это, ну, вообще, традиция такая вещь, мне кажется, что такое традиция? Это приятная привычка. Правильно? То есть это то, что нам приятно повторять еще и еще. То есть у меня, например, когда меня спрашивают журналисты, вот такой какой-то странный вопрос, какие у вас дома традиции? Я говорю, никаких. У нас нет традиции, мы нетрадиционная семья. Потому что мы спонтанные, мы, мы, в хорошем смысле слова, мне так кажется, сумасшедшие, мы легкие на подъем, мы, у нас нет привязки. Потому что главное, чтобы традиция не была, вы знаете, самой страшной, мне кажется, когда, как, допустим, глава семейства говорит, на Новый год все должны собираться за моим столом. А девочке 16 лет, а ее возлюбленному 18. И он ее пригласил куда-то. И она говорит, папа, я не приду. Ты сошла с ума, у нас традиция. Поэтому вот в этом смысле слова, мне кажется, это не стоит. Но традиция того, что у мамы вкуснее всего на кухне, что мама, когда печет, то это просто зайти с ума, я знаю, что никто, и когда пахнет ванилью, это хорошо. То есть я считаю, что это не должно быть тяготь, это не должно быть и вот не должно быть должно. Если случается и сходится, вот я бы сказала, чувство долга по отношению к своим детям и к своим родителям, вот это главная традиция, которая должна быть. А что такое чувство долга? Значит, я хочу о них заботиться, я хочу, чтобы оно было хорошо. И каждый это делает в меру понимания своего, что такое хорошо в жизни. Для кого-то это чистота идеальная, для кого-то это прекрасное образование, для кого-то это музыкальная школа, для кого-то это уют в доме. То есть тут, мне кажется, сложно навязать, вот должно быть так, так и так. Но вот, что навязывать необходимо, это забота о тех, кто после нас будет, и о тех, благодаря кому мы здесь находимся. Вот это та традиция, которую стоит поддерживать. Ну еще, мне кажется, одна из таких традиций в советских семьях это 96-листовая тетрадочка в клетку, где все написано от руки или жив. У мамы на первой странице были пончики московские. Я не забуду никогда. Это были такие пончики. Сейчас, честно говоря, я не могу воспроизвести вкус. Мне казалось, что они невероятно вкусные. Делала их мама вот так вот, раз-два и готова. Но они были хруп большой, а потом кружочек маленький. И как я ее не просила, ну давай попробуем, ну то есть такая, как бублик, да, получался. Я говорю, ну давай попробуем другую форму. Она говорит, тогда будут не московские. Вот и все. Какая логика в этом была, я не знаю. Ну тогда будут не московские. Это которые пудры еще. Ну, пончики все пудры. Без пудры пончики не летают. Это точно. Да, друзья, ваши вопросы. Юля, скажите, пожалуйста, недавно было в столетии отмечали Михалкову и телевизор показывали встречи с семьей. Почему-то среди семьи я не увидел старшего сына, но и вас. Не могли прокомментировать? Я правда не видел. Ну, я не думаю, что это, наверное, все-таки нужно задавать вопрос к сыну. Ну, мы просто мы слишком поздно об этом узнали и мы именно в этот день мы летели к 13. Нас не было в стране. И мы просто действительно прилетели уже было совсем-совсем поздно в ночь на 12-го, на 13-е. Мы бы, конечно, подвинули свой перелет, если было возможно, но мы узнали об этом слишком поздно, что так... Мы, собственно говоря, думали, что будет только вот Большой театр. Спасибо. Еще вопросы, друзья? Да. Я к вам вернусь обязательно. Пожалуйста, я еще кулинар со стажем за 70 лет, да? Освоено все. Но внучка меня достала с Ильей Высоцкой. Развижу, ты кулинар. Уже кулинарология какая-то. Внучка достала? Да, да, достала. Вот и фирмы такое потеряем. Мало того, на даче однажды она у нас развела все по рецепту Юлии Высоцкой. Ну, польза была ты думаешь какая-то? Ну, да, польза. Пришлось все съесть. Ну, пришлось и все-таки удовольствие получили. Когда мы не на то рассчитывали, а пришлось. Так получилось вкуснее? Вкуснее, конечно. Без любви не все, что подбитут кухон. Дело в том, что мне так не верили. Вот сейчас ей 15 лет будет в этой леветке. Девочки, музыка занимается, стихи пишет. Или вообще. Ну, не Гниль Высоцкой. Я вам попрошу вас мне автограф для Ильи. Обязательно пишу. Извините. Для Лены прямо этот автограф. Вопрос-то какой? Хочу, будет книжечка. А, это мы подпишем у нас автограф-сессия. Мы все обязательно подпишем. Да, мы запомним. А вопроса, собственно, не будет, да? В общем, вопрос такой. Почему так поздно начали писать? Вот в чем вопрос. Нет, вопрос в другом. Я вам скажу. Не запрещайте, и я понимаю, что это требует все-таки действительно серьезного такого даже нефотографического таланта, но это требует терпения. Я сама довольно часто себя сдерживаю, чтобы сказать, Маня, уйди из кухни, я больше не могу. Потому что везде мука. Действительно, у мамы получился очень страшный, но он очень вкусный. Попробуй. Вот это бесконечно. Я говорю, Маня, я не хочу сладкое, ну, 10 часов вечера. Мам, ну ты чего? Ну, завтра же это уже есть будет нельзя. Говорю, почему? Потому что я сейчас все съем. В общем, то есть это бесконечная такая идет у нас кулинарная борьба. Но я вам скажу, меня не... Единственное... Я очень благодарна и маме, и бабуле. Никогда меня не ругали за испорченные продукты, никогда мне не говорили, ты сошла с ума масло по талонам, а ты решила торт спечь почему-то, а что мы будем завтра мазать на бутерброд. Вот это абсолютно, мне кажется, то, что... И никогда не заставляли почистить картошку. Это хуже нет. И маме, я помню, ее подруга говорила, Света, ну ты картошку чистить не умеешь. А мама говорит, ничего научится, за этим дело не станет. Это жизнь длинная впереди. Поэтому, если вы хотите девочкам особенно создать вот условия, вот те самые традиции, про которые вы говорили, просто оставьте их в свободном плавании на кухне. Проснется материнский инстинкт, женский инстинкт, значит и проснется желание готовить, творить дом, творить кухню. Не проснется, значит она другом найдет свое счастье. Но не вызывайте у нее отвращения и комплексов по отношению к кухне. И у мальчиков, кстати, тоже. А вот по поводу мальчиков у вас у семьи лично табу на кухню заходить для того, чтобы приготовить? Нет, вы знаете, дело в том, что мальчики, как правило, повторяют все за папами, а девочки повторяют все за мамами. Есть модель просто перед глазами. И мой сын очень сначала проезжал большой интерес к тому, что я делаю на кухне. А теперь он говорит, мы пойдем с папой посмотрим кино, когда будет все готово, позовете? Поэтому абсолютно так мы сейчас у нас такие два лагеря. Но они, они все, я вам хочу сказать, я думаю, что это в принципе люди, это человечеству свойственно. Они отзывчивы, в смысле вкуса. То есть они не будут есть, то они не будут есть просто потому, что они голодны, что угодно. Они будут терпеть этот свой нечеловеческий голод, а в этом возрасте, конечно, голод нечеловеческий, потому что каждую секунду производится миллиарды клеток растут. Но они все равно дождутся того момента, когда нужно будет, вот будет та еда, которая им нужна. В самолете мой ребенок ест. Только если я с собой что-то волоку, они едят в самолете. И так они едут есть. И это правильно, это кроме того, что, ну тут еще, понимаете, детский организм, это вредно есть самолетную еду, потому что она, естественно, морозилась, согревалась, разогревалась. Потом, если вы чувствуете запах, который идет, когда разогреваете, уже понятно, что к этому лучше и не прикасаться.